Об этих и других событиях в ближайший час. Зелёную энергию намерены продавать в Европу, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Для этого страны планируют проложить по дну Каспийского моря линии электропередач. Проект на стадии разработки. Об этом Касмжимар Тукаев заявил на саммите Центральная Азия и Германия, где обсудили ряд других важных тем. Рауль Габитов продолжит тему. Центральная Азия для Европы стратегически важный регион. И не только с точки зрения безопасности и транспортных путей, но и диверсификации энергии и ресурсов. Переговоры на высшем уровне по взаимодействию в этих направлениях в последние годы ведутся всё чаще. Особенно тёплые отношения у центрально-азиатских стран завязались к Германии. Саммит в подобном формате проводится уже второй год подряд. Положительное влияние германских технологий и инвестиций в самых различных сферах экономики трудно переоценить. Мы высоко ценим приверженность Германии к развитию равноправного партнёрства со всеми странами нашего региона. Это подтверждает принятый социал-демократической партией Германии позиционный документ под названием «Центральная Азия» строить мосты, создавать возможности. Перспективы для сотрудничества большие. Касмжомар Токаев свои идеи структурировал и разбил по направлениям. В первую очередь нужно увеличить товарооборот между странами. И тут, по его словам, помогут совместные региональные проекты. Казахстан, например, готов нарастить экспорт в Германию по 100 товарным позициям на 850 миллионов долларов. Другой аспект, которому президент уделил внимание – энергетическое сотрудничество. Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнёров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов. Для устойчивого прогресса наших государств считаю важным активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики. С Германией и Казахстан готов сотрудничать и в вопросе поставок критически важных материалов. Есть даже конкретное предложение – сырьё в обмен на технологии. То есть в нашей стране немецкие компании могут свободно добывать труду, но с условием, что перерабатывать её они будут здесь же. В данном контексте приветствуем реализацию инвестиционного проекта компании HMS Bergbau по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области на сумму более 500 миллионов долларов. Мы готовы и далее предоставить германским инвесторам благоприятные условия для разведки и освоения месторождений драгоценных и цветных металлов на территории нашей страны. Считаю целесообразным при поддержке наших европейских партнёров создать региональный исследовательский центр по гетоземельным металлам на базе Казахстанского центра технологического прогнозирования. Не обошёл президент и вопрос развития транспорта и логистики. Взаимовыгодных идей, открывающих широкие инвестиционные перспективы, в этом направлении много. Взять хотя бы средний коридор, где можно заняться модернизацией портов Каспийского моря или построить грузовые терминалы. 10 миллиардов евро на улучшение транскаспийского международного транспортного маршрута европейские партнёры уже выделили. Затронули на саммите ещё одну актуальную тему – экологию. Казахстан в данное время осуществляет функции действующего председателя Международного фонда спасения Арала. И в этом качестве предлагают активизировать партнёрство по реализации проектов в рамках программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии. Деятельность фонда, на наш взгляд, имеет принципиальное значение для обеспечения устойчивого развития и процветания нашего региона. О международной безопасности участники тоже говорили. На фоне сложной геополитической ситуации этот вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания, отметил лидер Казахстана. Наши страны тесно взаимодействуют в многостороннем формате, в том числе в рамках Организации Объединённых Наций. Мы намерены и впредь решительно поддерживать усилия этой безальтернативной универсальной организации в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, изменения климата, миротворческой деятельности и разоружения. Казахстан готов принять самое активное участие в процессе реформирования Организации Объединённых Наций. С докладами выступили и президенты других стран Центральной Азии, в том числе глава Узбекистана Шавкат Мерзиёев. Он отметил, что укрепление международной субъективности идёт региону на пользу. В разы увеличились показатели внутрирегионального товарооборота, инвестиций, грузоперевозок, туристических поездок наших граждан. Мы обсуждаем крупные региональные проекты в сфере зелёной энергетики и развития транспортных коммуникаций. Делимся опытом и технологиями, создаём современные предприятия в промышленности и сельском хозяйстве. Самое главное, мы чётко осознаём, что завтрашний день нашего региона, его безопасность и устойчивое развитие зависит исключительно от нашей политической воли и усилий. По словам лидера Кыргызстана Садыра Жапарова, Центральная Азия на протяжении многих веков играла важную роль в мировой истории. И эту тенденцию важно продолжать. Объединение нашей политической воли и имеющихся ресурсов в русло, прежде всего, экономической интеграции, безусловно, будет способствовать улучшению уровня жизни и повышению благосостояния народов наших стран. Германия играет значительную роль на международной арене. Убеждён, что и для наших германских коллег взаимодействие с нашим регионом как единым экономическим пространством позволит активизировать инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. Германия, по словам Касымжумарта Токаева, обладает большими ресурсами и опытом, чтобы поддержать страны Центральной Азии во всех озвученных сегодня направлениях. Касается это и вопросов безопасности, и энергетики, и даже туризма. В завершении встречи Токаев выразил надежду, что государства, принимавшие участие в саммите, продолжат активно развивать сотрудничество. Рауль Габитов, Марат Диханбаев, Астана, 24КЗ.